Здравствуйте! Это информационная программа «День за днём» в студии Анастасии Терехова. Мы расскажем о самом важном в жизни Тобольской региона на этот час. Делегация из Тюменской области участвует в Петербургском международном экономическом форуме. Возглавляет её губернатор Александр Моор. Глава региона в соцсетях поделился традиционным фото. В планах – встречи с партнерами и потенциальными инвесторами, а также подписание ряда соглашений и обсуждения с коллегами вопросов развития разных частей страны. Напомню, что по итогам прошлогоднего питерского форума Тюменская область заняла пятое место среди регионов с лучшим инвест-климатом. Подписанное тогда соглашение пополнили региональную экономику почти на 37 миллиардов рублей. Были и другие успешные результаты работы делегации. Напомню, что международный форум завершится 17 июня. Тобольская резная кость будет изучена экспертами для внесения в реестр объектов нематериального культурного наследия. Для этого создан специальный проект. Он также предполагает и интерактивные экскурсии по Косторезной фабрике для школьников. Подробности у Шамиля Гулиева. Изделия из Тобольской резной кости дети и подростки изучают наглядно. Воспитанники школы искусств узнают все о работе мастеров Косторезной фабрики. Как правильно пользоваться инструментами и какие образы можно создать из уникального материала. Очень красивые фигуры из костей, из множества материалов. Потому что этих фигур, такое чувство, как будто больше нет. Они очень красивые, их невозможно повторить. Каждая фигура ручной работы. Гости мамонтов бивни, то есть они в Тобольске более такого коричневого цвета, а в Якутии они более белого цвета. Такая интерактивная экскурсия по Косторезной фабрике. Часть проекта «Наше наследие. Народные художественные промыслы Тюменской области». Это научно-исследовательский и просветительский проект. Он направлен на сохранение и популяризацию нематериального культурного наследия региона. Искусствоведам и экспертам предстоит обобщить историю промысла и технологические процессы. Самое главное это показать то, что является нематериальным наследием. То, что передается из рук в руки. Вот это вот секреты мастерства. Создать технологическую цепочку, как рождается вот это уникальное явление Тобольская резная кость. Все это реализуется в рамках регионального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура». Исследована будет не только Тобольская резная кость, но и Тюменский махровый ковер. Подготовим заявки как раз по двум объектам нематериального культурного наследия Тюменской области. Подадим их в региональные экспертные советы. И затем мы очень надеемся, что региональный экспертный совет примет эти объекты. И затем наша цель подать в федеральный реестр нематериального культурного наследия России. Презентация двух промыслов состоится в сентябре на едином дне нематериального культурного наследия. Шамиль Гулиев, Михаил Куричко. Тобольское время. Обеспечение тюменских подразделений в зоне спецоперации находится под личным контролем губернатора Александра Моора. Часть оборудования приобретается благодаря акции «100 миллионов для победы». Присоединиться к ней может каждый. Сейчас под шерством Тюменской области 20 именных воинских формирований. С подразделениями встречается спецпредставитель губернатора по вопросам СВО Николай Савченко. А для жителей Белгородской области из нашего региона отправили две 20-тонные фуры с гуманитарной помощью. В Белгородской области очень сложная ситуация. Из-за обстрелов было необходимо эвакуировать тысячи наших граждан. Они находятся в пунктах временного размещения в основном. В Белгороде, в других населенных пунктах. Так что помогаем все вместе нашим соотечественникам, попавшим в трудную ситуацию. В больших грузах продукты длительного хранения, питьевая вода, детское питание, постельные принадлежности, одежда, предметы личной гигиены. Введение в профессию. Учащиеся биологохимического класса школу номер 9 познакомились с работой областной больницы номер 3. Те, кто в будущем мечтает надеть белый халат, на две недели погрузились в будни медицинского персонала. Подробнее о совместном проекте в нашем следующем сюжете. Вот так пошагово десятиклассники осваивают первичные навыки работы, не требующие квалификации. Измерить давление, температуру, транспортировать пациента на операцию, помочь поесть, да и просто поговорить. Путь в медицину начинается с малого. В первые дни было, конечно, тяжеловато именно психологически, потому что были разные процедуры, которые не каждому понравятся, которые, на первый взгляд, могут пока дождаться как-то пугающие и так далее. Но потом уже ты как-то привыкаешь спустя несколько дней и уже, в принципе, ну, пытаешься помочь человеку, не обращая на какие-то признаки болезни. Тех, кто помощь людям видит делом своей жизни, среди учеников профильного биолого-химического класса 13 человек. Через год им предстоит поступать в медицинские вузы. А пока есть уникальный шанс знакомства с профессией, чтобы понять, твоя ли это непростая стезя. Областная больница номер 3 на протяжении двух недель знакомила потенциальных коллег с азами медицины. Мы постарались распределить таким образом, чтобы каждый из них посмотрел работу каждого подразделения. Это и отделение сестринского ухода, это и терапевтическое отделение, кардиологическое, неврологическое. То есть максимально все. Это и работа клинической лабораторной диагностики. То есть как это все выглядит. То есть максимально постарайтесь. Введение в профессию – совместный проект школы и больницы, которому только дан старт. На протяжении учебного года сотрудничество будет продолжено. Врачи расскажут о своем пути в профессию, а ребят, помимо работы стационара, познакомят и с первичным звеном – поликлиническим отделением. Вообще прекрасная возможность. Все-таки сотрудники и, в принципе, областная больница номер 3 встретила нас очень тепло. И это очень здорово, что она дала такую возможность попрактиковать наши какие-либо знания. Все-таки увидеть это все не только снаружи, не только в виде пациента. Все-таки в виде уже сотрудника. И то, что мы будем с ними на протяжении года, я думаю, это очень здорово. Из 13 ребят, оказавшихся в проекте, 12 укрепились в своем желании стать врачами. Анастасия Терехова, Ярослав Прохоров, Тобольское время. Более 3,5 тысяч семей Тюменской области получают ежемесячную выплату из материнского капитала. Мера поддержки полагается семьям с доходом ниже двух прожиточных минимумов на человека. Без дополнительных требований к занятости или имуществу родителей. С этого года ежемесячная выплата предоставляется с учетом ряда изменений. Теперь средства положены на каждого ребенка до трех лет, включая первенца. Раньше родители могли получить выплату только на второго ребенка. Еще одно изменение касается даты зачисления средств. С июня месяца выплата будет доставляться всем семьям в один день, 5 числа каждого месяца. Для оформления выплаты семье нужно подать заявление в социальный фонд. Сделать это можно через личный кабинет на портале госуслуг, на сайте СФР, а также лично в клиентской службе социального фонда или МФЦ. Размер ежемесячных средств равен региональному прожиточному минимуму для детей. Выплаты из материнского капитала устанавливаются семье на год. По истечении этого срока владельцу сертификата нужно будет подавать заявление на продление выплаты. Получать меру поддержки можно в дополнение к единому пособию. В Тобольске стартовал 21-й межрегиональный фестиваль «Православие и СМИ». Участвуют в нем более 60 журналистов, популяризирующих традиционные, духовные, культурные и морально-этические ценности. С подробностями Ольга Куричко. Меняется время, страна, но темы православной культуры, традиции по-прежнему вдохновляют. Более 60 журналистов прибыли в Духовный центр Сибири. Перед началом доброго дела молебен в Софийско-Успенском соборе Тобольского Кремля. Владыка Дмитрий благословил участников. В архиерейском доме дан старт. Зачитали обращение губернатора. Александр Мор отметил, что СМИ – это мощная сила, воздействуя на аудиторию. Она помогает продвигать и укреплять настоящие нравственные ориентиры и ценности. Эту мысль продолжили другие. Во времена, когда против нашей страны, против нашей культуры, народа, церкви осуществляются враждебные действия, сеется рознь. Думаю, что журналисты, особенно те журналисты, которые пишут о религии, пишут о церкви, они призваны к действительно таким исповедническим трудам. Более 20 лет фестиваль проходит в Тобольске. В этот раз на конкурс поступило более 100 работ от представителей 25 регионов России. Усиливается посыл, который нужно нести людям. С каждым днем все нужно сильнее, больше, горячее, теплее, с большим сердцем говорить о Боге. Говорили о Боге. В ходе дискуссии подняли тему информационной войны. Разговор о главном продолжили за чаем на Софийском дворе. Мы рядом с границей и с первых дней мы принимали в нашем регионе беженцев с Украины. И церковь первая распахнула свои объятия для этих людей. Мы, как журналисты, освещаем все это, общаемся с этими людьми. Сейчас, к сожалению, за последний месяц ситуация обострилась. И теперь мы помогаем уже нашим людям в Щебекинский район. Участвуя в образовательной, экскурсионной и культурной программе, все учились, как применять свои знания в новых жизненных реалиях. Журналистам важно честно показывать современную жизнь. Стараться максимально глубоко раскрыть человека. Задачи те же самые. Конечно, новые этапы, новые темы возникают. Вот как люди живут. У нас даже в жюри возникла необходимость выделить отдельную номинацию «Священный долг». Итоги фестиваля православия и СМИ подведут 16 июня. В фестивале принимают участие представители светских изданий. Но всех их называют православными журналистами. Они действительно больше, чем другие, пишут о церкви, о религии. И приехали они сюда, чтобы объединиться. И внести свою лепту в сохранение нравственно-духовных ценностей и распространять их. Ольга Куричко, Михаил Куричко. Тобольское время. Озеленители одевают Тобольск в цветочный наряд. Главная клумба, посвященная 436-й годовщине города, уже появилась на въезде в древнюю столицу Сибири. Цветочная композиция радует глаз. Озеленителям приходится регулярно пополнять клумбы, заменяя засохшие или сорванные растения. Цветы у нас из Тюмени. Получается, высаживаем бархатцы, петуния, ценерария, кохия, алису. Бывает, приходят и вырывают, да. Бывает, только бывает, подсаживаем, приезжаем. Бывает то, что нехватка воды, и они умирают. По утвержденной схеме в знаковых местах Тобольска высаживают цветы красных, белых оттенков, чтобы все выглядело торжественно. Для сохранения зелени организован ночной полив, а жители просят не рвать цветы на клумбах. Тобольские автоинспекторы совместно с общественниками провели рейд по дворам. Возле игровых площадок они побеседовали с детьми, ведь с наступлением лета число ДТП начинает расти. Профилактический рейд отправилась и наша съемочная группа. Везде есть у нас опасность какая-то, да. Вот вокруг вас везде есть проезжая часть, припаркованные автомобили, которые дают в себе тоже некую опасность из-за чего. Где может поджидать опасность, автоинспекторы информируют детей детально. Вместе с общественниками они проводят профилактический рейд по дворам. Простые, но важные правила напоминают каждому. Нельзя кататься по проезжей части на велосипедах и самокатах. Нужно быть осторожным и всегда спрашивать родителей, если куда-то идем. Мы за безопасные дороги! За пять месяцев в Тобольске зарегистрировано 11 ДТП с участием несовершеннолетних до 16 лет. Травмы различной степени тяжести получили 13 детей. А с наступлением лета число аварий растет, особенно возле игровых площадок. В порыве либо игр, либо даже каких-то конфликтов, по невнимательности, то есть по неосторожности попадают дорожные ловушки именно во дворе своего дома, либо соседнего даже дома. Выбегают из-за припаркованного автомобиля и как раз проезжающий автомобиль просто совершает наезд на ребенка. Внимательности призывают и водителей. Они должны снижать скорость в жилых зонах до 5 км в час. Это позволит остановиться при неожиданном появлении ребенка. Летом некоторые дети до 7 лет остаются одни на площадках. Но по правилам они обязательно должны находиться под присмотром родителей. Не все дети гуляют с родителями. Есть дети, которые несовершеннолетние, маленькие, и они гуляют самостоятельно. А здесь кругом проезжая часть. Соблюдая все правила дорожного движения, каждый может обеспечить себе безопасность. Мы соблюдаем правила дорожного движения! Молодцы! Наталья Китова, Шамиль Гулиев, Михаил Куричко, Тобольское время. Далее прогноз погоды. Смотрите нас и в телевизионном эфире, и в социальных сетях. И подписывайтесь на наш телеграм-канал. QR-код для перехода сейчас на вашем экране. Будьте всегда в курсе всех событий. До встречи. В Тобольске переменная облачность утром плюс 16-20, днем до плюс 22, ночи плюс 13-16 градусов. Ветер западный до 6 метров в секунду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова